Мы разберем то, что у нас закрывалось с предыдущей нашей пятницы, со второго числа, и затем будем открывать. Открывать сделок будем много, открывать будем сделки довольно быстро. Поэтому, кто не очень шустро ориентируется в платформе, я рекомендую просто сделки себе записывать, а уже по окончании взять их открыть, поскольку мы работаем 4 часа таймфреймы, работаем таймфреймы дневные, поэтому от того, что вы откроете сделку физически чуть позже, ничего в этом страшного нет. Андрей спрашивает, как включить субтитры. Андрей, к сожалению, сегодня никак, потому что мой помощник, который обычно занимается субтитрами, слушает мой вебинар и вам повторяет эти субтитры, они, соответственно, сегодня его нет. Он мне может помогать только по пятницам, поэтому сегодня придется делать на слух. Буду, естественно, я повторять все это дело. Если что, пишите мне в чат, если кто-то что-то не расслышал, буду повторять, ничего страшного. Так, ну что, наверное, поехали. Участников немного, понимаю, рабочий день плюс понедельник, не всем удобно, но лучше так, чем совсем не проводить, а время 15.00, я делал голосование, большинство выбрало время 15.00, поэтому проводим именно в это время. Итак, давайте поехали с вами сначала. Не туда я полез. Сначала мы с вами посмотрим, что у нас по закрытым сделкам. Надо нам с вами обязательно этот момент сейчас сравнить, чтобы у вас совпадало. Значит, последний раз мы с вами встречались 30.00 октября. Итак, поехали, посмотрим, что у нас с 30.00 октября по закрытым позициям. Итак, в тот же день, 30.00 октября, но немножко позже, у нас закрылось две сделочки по валютной паре новозеландец и японская иена. Я напомню, мы усредняли позицию и усредняли take profit так, чтобы одна сделка закрылась с плюсом, а вторая закрылась с небольшим минусом. В принципе, вот эту цель мы достигли. Две сделки у нас закрылись. Идем дальше. В понедельник, 2.00 числа прям хорошее количество сделок. Причем, посмотрите, пожалуйста, большинство сделок, которые мы открывали 30.00 и одна сделка позапозапрошлой. От 16.10.00, то, что мы открывали, одна сделочка закрылась. Причем, это Сбербанк на продажу. Хорошая прибыль на 5 лотов почти 10 тысяч долларов. То есть, это и на минимальную сделку прибыль должна у вас получиться довольно приличная. Так, ну, все остальное, это свеженькое. Все остальное свеженькое. Вот сделка есть 6-ти лотовая. Это сделка, которую мы открывали с вами с технического анализа. Вот с такого. Напомню, кто не помнит этот момент. Вот, значит, идем дальше. Вторник. Вторник у нас день был очень активный по закрытым позициям. Прям очень много. Во-первых, отработал Лукою, которую мы в пятницу с вами открывали на покупку. 13 тысяч на 5 лотов. Отлично. Отработал Алюминий. Тоже хорошая прибыль. Дальше 6-ти лотовая сделочка по техническому анализу. В принципе, большинство сделок у нас тут свеженьких, хотя вот Алюминий от 16-го, 10-го, вот, что тут еще. Вот от 23-го, 10-го валютная пара. Вот. Золото отлично отработало. Почти 10 тысяч на 5 лотовах. Вот. Есть тут довольно много будет сейчас попадаться с девочек размером 0,8 лотов. Не обращайте на них внимания. Это я тут кое-что тестировал. Вот. Ну, они тоже хорошо все отработали. Значит, дальше. Серебро. Серебро тоже отработало то, что мы 30-го открывали. 3 300 на 5 лотов прибыль. От 23-го числа сделочка австралиец и американец тоже закрылась. 3 тысячи для валютной пары, тем более для дешевой валютной пары, такой, как австралиец, отличная прибыль. Идем дальше. Среда. В среду сделок очень много, но основная масса – это вот мои сделочки, которые я открывал по 0,8. Это основная масса. То есть, выглядит, конечно, это как-то прямо вау. Вот. Но у вас этих сделок нет. Давайте разберем те сделки, которые есть у вас. С 23-го десятого австралиец-канадец отработал. 3 тысячи на 6 лотах. И вот еще 5-ти лотовая сделочка. От 30-го десятого доллара японская иена. Ну, тут совсем такая прибыль больше статистическая. На 5-ти лотах полторы тысячи – это, конечно, маловато. Это 30 долларов на минимальной сделке. Совсем чуть-чуть. Больше для статистики. Дальше. 5-го 11-го закрылось у нас золото, которое мы открывали аж 16-го десятого. Золото на покупку. Золото с евро. По цене в евро на покупку. 5-500 на 5 лотах. Отличная прибыль. Ну и 9-го – это уже сегодня. Закрылся Сбербанк на покупку. 6-ти лотовая сделочка. Это которую мы открывали по техническому анализу. У нас получилось тут… Открывали мы ее 23-го десятого. Аж 24 тысячи прибыли на 6-ти лотах. Можете сами на 60 поделить. 24 тысячи поделить на 60, чтобы понять, какая прибыль на минимальной сделке. Ну, по-моему, 400 долларов, если не ошибаюсь. С чем я вас и поздравляю. Суммарно эту неделю мы с вами закрываем плюс 108 тысяч на 5-ти лотах в среднем. У нас 5 лотов. То есть поделим на 50. У вас, соответственно, должно получиться порядка 2000 долларов прибыли, если вы минимальными сделками повторяли все, что открывал я. Сейчас 2 секунды. Небольшая пауза. Видимо, есть новички. У них нет звука. Естественно, мне им надо написать вручную, что нужно сделать для того, чтобы включить звук. Секунду, подождите, я отвлекусь. Продолжение следует... ...ответил. Надеюсь, те, кого нет звука, прочитают и смогут подключиться. Итак, ну что, поехали. Значит, сегодня работаем по авточартисту. Посмотрим, как у нас по времени. Если время останется, заглянем немножко и в технический анализ. Но начнем мы с вами с авточартиста. Итак, и первая валютная пара, на которую мы сразу обращаем внимание, это валютная пара доллар, американский доллар, швейцарский франк, USD, CHF. С дневного таймфрейма мы будем ее продавать. Сейчас немножко увеличу, а может и не будем. Сейчас давайте немножко увеличу масштаб. Продавать мы ее не будем, потому что до уровня она доходила. Доходила на уровне. Немножко поздновато. Возможно, вот в пятницу как раз это была бы шикарная сделка. Вот, ну, поехали дальше. Итак, следующая сделка – это у нас природный газ. Давайте тоже сейчас подождем секунду. Авточартист прорисует мне картинку. Да, природный газ. Давайте будем его продавать. Здесь, правда, у нас довольно там серьезный спред. Значит, для тех, кто не знает, да, как понять, что у нас со спредом. То есть у нас цель 2.88.01. Если я буду сейчас продавать, у меня продастся по 2.95. То есть запас есть, есть. Все, можем продавать. Итак, поехали. Природный газ на платформе, кто работает на веб-платформе, он у вас в товарах находится. Значит, take profit по сделочке 2.88. Округлим. 2.88. Еще раз повторяю, первая сделка – продаем природный газ take profit 2.88. Так есть. Первая сделочка пошла, продали. Дальше идет валютная пара. Жалко, не разобрался я, как в авточартисте, сделать по алфавиту. Немножко, конечно, неудобно, что приходится туда-сюда скакать, но не нашел такого функционала. Плюс сегодня авточартист почему-то жутко тормозит. Понятно, что это не связано ни с нами, ни с платформой. Это именно связано непосредственно с самим авточартистом. Поскольку это сторонний ресурс, вот они сегодня очень долго прорисовывают все это дело, прорисовывают фигуры. Давайте посмотрим. Так, ну здесь, естественно, давно все отработало. А нет, вру. Здесь вот у нас уровень H4, а мы как раз его открываем с четырехчасового таймфрейма. Отлично, будем работать. Итак, следующая сделка – это британский фунт, японская иена на покупку, GBP, GPY. Мы открываем на покупку. Сразу take profit себе, пожалуйста, запишите. 137.63. 137.63. Покупка. Британский фунт, японская иена. Есть, открыли. Следом, опять, еще одну сделку нам предлагает авточартист на покупку. Тоже британский фунт, но уже с норвежской кроной. Тоже подождем, пока авточартист перерисует график. Сейчас посмотрим. Конечно, не очень так хорошо. Мы с вами на технический анализ 23-го числа, поэтому и перешли, что авточартист просто из рук вон плохо работал. Прям невозможно было по нему сделки открывать. Так, график обновился. Сейчас прорисуется авточартист. Мы так далеко, конечно, не уедем. Сейчас посмотрим, если так и будет долго, мы тогда, может быть, по авточартисту посмотрим ключевые позиции. Там индексы, металлы, а валюты мы потом с вами по техническому анализу пробежимся. Итак, замечательно. Нам предлагают купить валютную пару фунт норвежская крона до H4. Будем это делать. Итак, британский фунт норвежская крона с девочкой на покупку. Take profit сразу себе, пожалуйста, записываем. 11.922. 11.922. Покупка. Есть. Открылись девочку. Следующую пару нам предлагают швейцарец и японская иена. Давайте. Нет, долго. Ладно. Давайте сейчас тогда это уже откроем, раз я уже нажал кнопочку. Пробежимся по валютам просто по теханализу. Это будет быстрее. Авточартист глянем только какие-то ключевые моменты. Там акции российские посмотрим, индексы посмотрим. Потом мы с вами 7 страниц валютных пар. Это мы не успеем просто физически с вами все это сделать. Итак, тоже девочку открываем. Итак, швейцарский франк, японская иена. Мы открываем сделку на покупку. Take profit 115.88. 115.88. Есть. Открыли. Ну, давайте пробежимся. Итак, значит, ну, во-первых, вот давайте посмотрим Роснефть. Нам предлагают авточарти скупить. Да, жутко тормозит, конечно. Да, есть. Так, у нас есть продажа, поэтому однозначно мы будем сейчас этот сигнал брать. Проверим только, что у нас с уровнями. Жаль, продажу открывали. Чуть-чуть до take profit они дотянули. Да, долго, очень долго обновляется. Да, есть. Сделочка до уровня приличное расстояние. Однозначно открываем. Итак, Роснефть, это российская компания. Открываем сделку. Take profit 395 рублей 67 копеек за акцию. 395, 67. Покупка. Есть. Дальше. Следующее. Это Сбербанк. Сбербанк мы покупали два раза, причем, если не ошибаюсь, покупали. И нам все еще предлагают его покупать. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике. Так, замечательно. Тоже до уровня хорошее расстояние. Будем открывать. Итак, Сбербанк покупка. Take profit 228 рублей 18 копеек. 228, 18. Покупка. Есть. Открыли. Так, валюты пропустим. Так, пропустим, пропустим. Газпром нефть нам предлагают покупку. Вообще, российский рынок акций, конечно же, очень так серьезно растет. После того, как объявили Трампа победителем уже многие каналы, телеканалы. Связано это с тем, что в первую очередь ожидается рост нефти. Ожидается рост нефти. Естественно, российскую экономику это укрепит. Поэтому и растут акции. Итак, Газпром нефть сейчас отобразится у нас уровни. Посмотрим, далеко ли до уровня. Если что, мы с вами купим. Да, до уровня тоже расстояние хорошее. Итак, Газпром нефть это та компания, которую, если вы помните, раза четыре мы продавали из недели в неделю. Каждый раз хорошо зарабатывали. Вот, наконец, начало расти. Итак, тейк профит 300.49. 300.49 покупка. Газпром нефть купили. Так, что здесь? Так, мы уже открыли газ. Так, валюты пропустим. Посмотрим их с теханализа. Давайте посмотрим золото с евро. Тем более, что у нас только-только закрылась наша покупка. Почему бы не зайти еще раз, если она до сих пор у нас актуальна. И уровень у нас довольно высоко. Ждем, пока обновит авточартист уровни. О, вижу, все новички разобрались со звуком. Татьяна, вы только не отписались. У вас получилось со звуком разобраться? Кстати, обратите внимание, британский фунт японской иены уже помигивает тейк профит зелененьким. То есть, очень вовремя мы открыли. Уже двигается к тейк профиту, приближается к тейк профиту. Да, что-то нас так подводит авточартист, конечно, сегодня невозможно работать. Могли бы 20-30 сделок открыть, а придется, наверное, ограничиться десятком. Очень-очень долго. Так, ладно, пока он думает, пусть думает. Давайте мы с вами просто, пока валюты пробежимся, посмотрим по теханализу, где что нам можно купить, кто первый раз видит подобные индикаторы. Принцип работы очень простой. Появилась стрелка, ждем, пока красная линия пересечет зеленую. Пересекла, открываем сделку. Появилась стрелка, ждем, пока пересечет, открываем сделку. Дальше. Появилась стрелка, ждем. Если стрелка есть, но пересечения нет, нам это неинтересно. Ну, здесь, конечно же, жаль, но давно, очень давно. Вот была стрелка, вот было пересечение. Вот здесь можно было покупать. Посмотрите, как хорошо выросло. Но это было, к сожалению, очень давно. Уже мы это все дело прозевали с вами. Идем дальше. Что может быть есть у нас по валютам? Все-таки кто-то нас порадует из валютных пар. Потому что, как показывает статистика, сделки, открываемые по данной системе, они быстрее закрываются и меньше нервов нам трепают. Вот здесь свеженькое, довольно-таки свеженькое пересечение. Давайте поработаем по этой паре. Это у нас евро и российский рубль. Была стрелка, было пересечение сравнительно недавно. Буквально тут несколько свечечек у нас прошло. Давайте мы ее продадим. Итак, я напоминаю, что у нас по суммам. То есть, если мы работаем валютной парой, то минимальная сделка должна нам принести 50 долларов. У меня, поскольку размер сделки 5 лотов, то есть, я должен 50 долларов умножить на сделка у меня в 50 раз больше. То есть, я должен умножить ее на 50, то есть, прибыль 250 долларов. Итак, поехали. Евро, рубль. Мы открываем продажу. И прибыль 2,5 тысячи. Прошу прощения, не 250, а 2,5 тысячи. Прибыль у меня должна быть. Да, что ж такое. Сегодня у меня что-то все подвисает. Совсем подвис метатрейдер. Это авточартист все вешает его. Так, сейчас еще раз. Я сейчас установлю take profit, потом вам подскажу параметры. Вы у себя поставите уже по котировкам, чтобы вам проще было. Не могу поймать 2,500. Висит. О, почти поймал. Ладно, пусть будет так. Итак, отметьте, пожалуйста, евро, рубль. Открыли сделку на продажу. Take profit 90,38. 90. Давайте я у себя тоже до круглого значения исправлю, чтобы вам было проще. 90,38. Вот такой вот take profit у нас получился. Так, Андрей, да, таймфрейм дневной, абсолютно верно. Нет, нет, нет. А, нет, все правильно. Таймфрейм 4 часа. Вот, Андрей, большое спасибо. Вы заметили, что у меня стоит не тот таймфрейм. Ладно, сейчас заново пробежимся по этим парам. Сейчас я вырублю вообще авточартист, потому что не могу работать. Он мне просто все просто тормозит. Вот эту сделку мы откроем. Итак, золото в евро открываем на продажу, потом вырублю я авточартист совсем, чтобы не тормозила платформа. Работает сегодня отвратительно. Итак, золото по цене в евро. Продаем take profit 1589.09. 1589.09. Продажа. Есть, открыли. Все, я отрубаю авточартист. Все, отрубаю авточартист, чтобы у меня ничего не тормозило. Все, поехали. Так, ну и поскольку у нас 4 часа, давайте тогда сейчас быстренько пробежимся опять с самого начала по валютным парам. Так, есть, поехали. Сейчас тормозить не будет, мы все быстренько с вами пробежимся. Итак, еще раз. Вот Андрей уже знаком с этой стратегией, он мне, если что, поможет. Значит, мы ищем стрелку либо зеленую, либо красную. И после стрелки мы ищем пересечение. Соответственно, после зеленой стрелки мы ищем пересечение вверх, после красной стрелки мы ищем пересечение вниз. Ну, здесь вот, наверное, можно. Тут вот одно пересечение было, второе пересечение. Далеко мы не ушли. Давайте евро-британский фунт откроем с вами на покупку. Тейк-профит у меня 2,5... А, нет, 3 тысячи. 3 тысячи. У меня 6 ваттов. 3 тысячи тейк-профит. Запишите, пожалуйста, котировочку у себя. Тейк-профит 0.90568. Евро-британский фунт. Открыли покупку. Тейк-профит 0.90568. Побежали дальше. Евро-доллар, евро-австралиец, евро-австралиец, евро-франк, евро-иена, евро-новозеландец, канадец. Все пусто пока, тихо. Евро-рубль. Ну, евро-рубль мы и так открыли. Так, теперь давайте посмотрим британский фунт. Ничего. 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 Я, кстати, готовился к нашей встрече, не успел посмотреть, что там. Подтвердили уже окончательно. Трамп отказался от своих претензий. Что с долларом? Почему доллар так резко скакнул? Кто смотрел сейчас новости свежие? Потому что по календарю экономических новостей там ничего такого не было. То есть с точки зрения календаря мы не ожидали таких движений. Здесь посмотрите, да, свеча уже ушла вверх. Но нам обязательно нужно, чтобы красная линия пересекла. Только в этом случае мы начинаем с вами открывать сделку. Так, идем дальше. Доллар канадец. То тоже ничего. Просто доллар обвалился. Доллар по всем фронтам. Здесь, ну, здесь, конечно, уже побольше. Никак с евро. Расстояние уже большое прошло. Эту девочку мы уже оставим. Так, давайте посмотрим, что у нас с золотом. Тоже ничего. Сами свечи пересекли, но линия нет. Так, палладий нет. Медь нет. Тишина. Цинк. Тоже чисто. Никель. Есть пересечение. Прошло достаточно много. Давайте прикинем, сколько это по деньгам у нас тут. Нет, ну, очень много. Уже очень много, да. Уже батарик профит отработал. Пропускаем, к сожалению. А вот здесь, ну, у нас здесь есть продажи. Мы и так ее уже продавали, поэтому пусть она уже работает, эта продажа. Ну, и красная линия не пересеклась. Так бы можно было бы, в принципе, усреднить. Дальше. Платина. Чешна. Алюминий. Тоже тихо. Так, давайте заглянем в нефть. Нефть растет. Это понятно. О том, что нефть будет расти, я еще в четверг об этом говорил, когда стало ясно, что произойдет в США. Так, давайте заглянем на индексы. О, ну, здесь вообще такая красота просто. Посмотрите, все уровни индекса, просто все уровни пробили, которые, возможно, июльские даже пробили уровни, ну, или вплотную к ним приблизились к июльским уровням. О, а вот здесь вот посмотрите, это индекс Nikkei, японский индекс. Давайте, ну, не с точки зрения теханализа, вообще вам покажу, да. То есть все. Это абсолютный максимум. То есть так высоко Nikkei еще ни разу не был. В первую очередь, это что означает? Что индекс страха, есть такой индекс, индекс страха, это значит, что он сейчас очень высоко, и индексы в любой момент могут начать просто такой обвал, как это было в 2008 году. Так, здесь пусто. Биткоин тоже пусто. Евро, норвежская крона, тишина. Ничего. Норвежская крона, тишина. С японской иеной тишина. Доллар, норвежская крона. Тоже нет сделки по теханализу. Ну, пробежимся с вами на всякий случай по… А, ну, мы здесь и так пооткрывали. Ну, Газпромнефть, кстати, обратить внимание, и по техническому анализу он нам тоже подтверждает эту же сделку, да, которую мы открыли по авточартисту. МТС, тишина, норникель. Роснефть мы уже открыли. Сбербанк мы тоже уже открыли. Ну, и последнее. Ну, ГАЗ. ГАЗ мы тоже открыли. Причем ГАЗ мы открыли на продажу с точки зрения авточартистства. Ну, что? Ну, вот так вот получилось немного сделок. Видите, все по всему причиной виной авточартисты. Плохая его сегодняшняя работа, к сожалению, да. Вот. Ну, в пятницу ему немножко полегче, поскольку в пятницу рынок не такой активный. Видимо, не так много трейдеров к нему обращается. Поэтому в этот раз пятница у нас все без изменений. Ничего переносить не будем. Так что поработаем более полноценно. Ну, хотя и то, что уже открыли, поторопитесь. Кто не открывал вместе со мной, кто как бы открывать сейчас будет после окончания, обратите внимание. То есть, Роснефть уже плюс 4 тысячи, да, то есть убежала. Ну, все, что мы открыли, оно все убежало уже в плюс. Поэтому не буду вам мешать и вас задерживать. Все, что вы записали, открывайте с девочки и зарабатывайте. В пятницу в 4 часа по московскому времени. Буду всех ждать. Всем хорошей недели. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok